Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Возможно, вы уже слышали об этом. Доктор Энтони Фаучи дал показания перед Конгрессом, объясняя, сколько еще понадобится продлить всеобщий карантин и чем еще мы должны пожертвовать, чтобы побороть уханьский коронавирус. Фаучи никогда никуда не избирался, и многие из наших лидеров считают каждое его слово законом, и по сути оно так и есть. Так насколько же по-настоящему мудр человек, вводящий эти законы? Укоренен ли он в науке? Мы позволим вам самостоятельно решить через минуту. Но сперва обсудим следующее. Не важно, сколько еще продлятся все эти закрытия. Мы уже начинаем замечать контуры урона, который они нанесли. Недавнее исследование, проведенное Институтом имени Беккера Фридмана в Чикагском университете, указывает на то, что из как минимум 33 миллионов недавно исчезнувших американских рабочих мест, более 40% никогда не вернутся. Эти работы не вернутся даже тогда, когда правительство решит прервать все нынешние ограничения. Так вот, если это окажется правдой, то это будет означать, что около 14 миллионов американцев будут томиться в долговременной безработице. Для сравнения, при Великой рецессии 2008 года, эффекты которой мы все еще ощущаем, пик потери рабочих мест достиг 10 миллионов. Таким образом, это беспрецедентное бедствие для американских семей, через которое мы сейчас все проходим, усугубляющее то, что уже было до него, благодаря неблагоприятным изменениям в американской экономике, которые уже имели место быть до эпидемии. Многие люди находились застрявшими на малооплачиваемых работах с меньшим количеством льгот, чем те, которые они потеряли более десятилетия назад. Миллионы не имеют никаких сбережений и живут задыхаясь под горами студенческих и кредитных долгов. Эта страна уже имела падающую продолжительность жизни и растущее неравенство с угасающим средним классом, а пандемия коронавируса ускорила данные тренды. Значит, наша самая главная задача прежде всего заключается в устранении данного урона, так как от этого зависит все. Все это является печальным фоном, перед которым Палата представителей выпустила огромный законопроект по мерам помощи с ущербом коронавируса, вышедший сегодня. Все, что делает наш Конгресс в данный момент, должно в первую очередь предостерегать обычных людей от попадания в пучину. В своем заявлении сегодня спикер Нэнси Полоси уверила избирателей, что ее законопроект сделает именно это. Мы все можем согласиться, что мы должны как можно быстрее открыть нашу экономику, но мы должны сделать это, базируясь на науке и данных. Мы также должны сделать это так, чтобы достичь каждого американца, устраняя все увиденные нами несоответствия, а также оценив полную степень коронавируса и побороть его. Мы все знаем, что нам надо положить больше денег в карманы американцев. Это не только необходимо для их выживания, но и является стимулом для экономики. Прямые платежи, страхование по безработице, помощь по аренде ипотеке, еде и студенческим займам — все это, среди прочего, является необходимой мерой для понижения страха, ощущаемого многими семьями. Среди прочего, сказала спикер Пелоси, а чем является это прочее? Первое, что надо знать об этом законопроекте, он большой. Может быть, самый большой законодательный документ, какой только был предложен за всю историю США. Все содержание этого законопроекта, по оценкам, обойдется в 3 триллиона долларов. Это почти 90% от общей суммы годовых налоговых поступлений в нашей стране. Не забывайте, что незадолго до этого последний законопроект, направленный на оказание помощи населению в связи с коронавирусом обошелся приблизительно в 2 триллиона долларов. И, конечно, наши обычные ежегодные расходы никуда не делись. Это громадные траты, и каждый новый доллар придется занимать, потому что больше не осталось. Это значит, что когда дым рассеется, после всех этих расходов спасти нас от банкротства сможет только Китай. Иначе не получится, только он может себе это позволить. У Китая самый сильный баланс в мире. Тогда мы станем его вассалами. Стоит ли оно того, что мы получим взамен? Чтобы выяснить это, мы целый день читали законопроект Пелоси. Слишком мало тех, кто его читал, но мы в их числе. И вот что мы обнаружили. Первое и самое вопиющее, в то время как более 30 миллионов американцев остались без работы, чего нам точно не нужно, так это новой нелегальной дешевой рабочей силой и за рубежа. Однако в этом законопроекте прилагаются всевозможные усилия, чтобы предоставить нелегальным иммигрантам, которые вообще не имеют права здесь находиться, миллиарды долларов за счет налогоплательщиков. По мнению демократов, нелегальные иммигранты должны иметь право на такие же чеки на 1200 долларов, какие получили американские граждане после принятия предыдущего законопроекта. Они впоследствии будут получать те же прямые выплаты, что и граждане США. По сути, это огромная подачка демократов в своей самой любимой опекаемой группе. Тем, кто даже не имеет права здесь находиться. Но это еще не все. Законопроектом предусмотрена амнистия. На время коронавирусного кризиса, а они хотели бы, чтобы он длился еще очень долго, все нелегальные иммигранты, занятые в так называемых жизненно необходимых услугах, будут защищены от депортации. Их работодатели тоже будут защищены. Людей нельзя будет преследовать за прием на работу нелегальных иммигрантов. Не дайте себя обмануть. Речь идет не о защите врачей, которые нужны для медицинской помощи нам, остальным. В данном законопроекте работники жизненно важных профессий — это громадная категория, охватывающая почти всю американскую экономику. В нее входят работники продовольственных предприятий, прачечных, предприятий по утилизации отходов, детских садов, сельского хозяйства, транспорта, ресторанов, а также все сотрудники заведений, продающих еду или напитки. Это тотальная амнистия практически всех нелегалов, уже занявших рабочие места американцев. И как только эта амнистия будет объявлена, она никогда не закончится. Считайте, что так и будет. Все, кто живет в Вашингтоне, могут это подтвердить. Когда это примут, это уже никуда не денется. И вот тогда больше не будет никаких дебатов о нелегальной иммиграции. Вопрос будет закрыт навсегда. И демократы будут побеждать на каждых президентских выборах, на протяжении всей Вашей жизни и всей жизни Ваших детей и внуков. В том-то и весь смысл. Я играю на гармошке у прохожих. На виду даже лень. Ты рожденья только раз в год.